Сегодня, накануне окончания Четыридесятницы Великого Поста у православных, давайте заглянем в понедельник, когда начнется Страстная Седмица, его венчающая, а в Верхесецком суде Екатеринбурга начнется рассмотрение иска Николая Репчевского к священнику Евгению Попеченко. Суть в том, что отставному полковнику не понравилось то, что кому-то не нравится его кумир, и за то, что кто-то имеет мнение отличное от него, он должен от своего мнения отказаться, публично об этом сообщить, покаяться и попросить прощения. В дальнейшем, видимо, все свои проповеди перед паствой и вообще любые умозаключения, настоятель собора в честь успения Пресвятой Богородицы, который он, кстати, восстанавливает исключительно на людские пожертвования, должен как-то соотносить с личными убеждениями экс-полковника ракетных войск стратегического назначения Николая Репчевского. Протеерей Евгений Попеченко при обсуждении вопроса о переименовании улиц Екатеринбурга сказал буквально следующее. «А чего бы нам не назвать улицу, например, в честь Шамиля Басаева, или в честь Геббельса, или в честь Геринга? Это же, по сути, одно и то же, Ленин и Гитлер. Их существо, их ненависть к человечеству, к людям, их труды, которые они понесли, причинив столько страданий, горя, крови, они как две стороны одной монеты». И вот это мнение, выраженное по ходу полемики, для, так сказать, общественника, стало поводом идти в суд и требовать там защиты, дескать, это порочит его честь и достоинство, возможно, даже деловую репутацию. «Накипело, — говорит, — нельзя иметь такое мнение, потому что Николай Репчевский в детстве собирал колоски на колхозном поле, вступил в комсомол в неполные 14 лет, и ленинское учение открыло ему дорогу в Челябинский институт механизации и даже электрификации сельского хозяйства». Ну что ж, доводы железные. Ни один суд не устоит перед такой стройной логикой. Всем же ясно, что из этого вытекает. Ну а так, если подумать, тот геноцид, что творил Гитлер и кровопролитие по ходу революции, гражданской войны и далее, когда большевики укрепляли свою власть, в полной мере назвать геноцидом, наверное, все же нельзя. Вот если по отношению к отдельной социальной группе священников, причем по большей части именно православной церкви, пожалуй, что и есть такие основания. Да, их убивали, да, их расстреливали без суда и следствия, закапывали живьем, издевались публично, разоряли церкви, взрывали храмы, устраивали в них конюшни, оскверняли все, что только могли, и все это исходя из ленинских указаний. Прямых указаний о расстрелах, повешениях, обязательно публично, взятии заложников и красном терроре. Все эти людоедские распоряжения, вождя давным-давно, стали доступны любому желающему, и образ доброго дедушки Ленина со времен падения советского строя весьма сильно пострадал. Для многих он стал просто чудовищем, кровавым диктатором, на чьей совести масса невинных жертв и сломанных судеб. Разве после этого священник не имеет права так относиться к Ленину? Наверное, все же имеет. Те, кто хочет считать Владимира Ильича источником всего лучшего в мире в целом и в нашей стране в частности, тоже могут иметь такое свое мнение в нашей стране, и закон это право охраняет. И весьма наивно надеется, что тот же закон решением суда обяжет священника Евгения Попеченко, являющегося, кроме всего прочего, вдохновителем и организатором службы милосердия, и просто любимым прихожанами батюшкой, отказаться от своего мнения. Вообще-то это прямо запрещено Конституцией. Да и те самые извинения, которых полковник требует через суд, российским законодательством вообще не предусмотрены. Суд не вправе обязывать ответчиков по таким делам приносить истцам извинения в той или иной форме. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Это уже Конституция, статья 29. По уму бы, хотя бы для того, чтобы не выставлять себя на посмешище, полковнику, называющему, между прочим, себя еще и крещенным и православным верующим, забрать бы этот свой иск, более похожий на стандартный донос. Тут ведь вот еще какой моментик. Ведь когда начнется это разбирательство, кто придет в суд его поддерживать? Да те же бесы русофобские, которые и ему, советскому офицеру, вряд ли близки и симпатичны. Вряд ли ему польстит то, что эта публика станет его носить на руках и поднимать на своих знаменах, как выразителя их чаянии, совсем далеких от любви к родине, защитой которой в течение 30-летней армейской службы полковник Репчевский гордится вполне заслуженно.